Путь домой бывает совсем нелегким. Как у жителей домов по улице 10 проезд, например. Чтобы добраться до пункта назначения, нужно быть немного прыгуном в длину или даже гимнастом. Так, например, пенсионерка Евгения Сизова в свои 77 лет бодро пробирается к подъезду. Тротуар затоплен, без резиновых сапог не обойтись. Иду с тремя сумками с города. Едет навстречу фургон. Я иду ему навстречу. Мне деваться некуда. Здесь она была больше. Иду навстречу фургону. Кто кого победит? Ну, куда это дело годится? Ну, ведь обращались же мы. Ко всем обращались. Говорю, за оплату положите. Не надо асфальтировать. Выйдем, говорю, в резиновых сапогах и будем вызывать телевизионную компанию. Говорю, ну, где мы живем-то? Прям уж была у кого. Говорю, к Трампу, что ли, мне писать-то? Ёлки-палки. Проблема актуальна три сезона в году. А сейчас, после того, как поставили бордюр и вода вообще перестала сходить, она превратилась в вечную. Жители обошли все инстанции и пытались допроситься у властей кусочка асфальта. В администрацию по благоустройству писала заявочку, что у нас здесь постоянно, когда, значит, дожди, нас заливает. Что если будут какие-то ремонтные работы, то нам, пожалуйста, что-нибудь сделайте. Когда, значит, получила я эти четыре листа, ответ на них пришел такой, что мы в программу не вошли, и так как мы документы никакие по дому, надо было, собственно, собирать, значит, документы, чтобы войти в программу по благоустройству дворов. Вот, значит, мы в эту программу не успели, потому что она уже закончилась. Подрядчик, который ремонтировал дорогу по соседству, асфальтовой крошкой поделиться не смог. Хотя жители готовы были и сами ее принести и утрамбовать. Мы выходим, все затоплено, мы вызваны выходить на проездную часть. Весь участок асфальта здесь затоплен. И это регулярно после каждого дождя. Чтобы попасть в программу формирования комфортной городской среды, нужно провести собрание собственников и набросать эскиз будущего двора. Но для этого случая федеральная программа не выход. Территория с этой стороны дома принадлежит городу. Им и ремонтировать. В этом году мы будем выполнять в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт улицы 10-й проезд, но на отдельном участке от улицы Герасима Фегина до 4-й Меланжевой. Мы подойдем к комплексу, сделаем и автомобильную дорогу, и обустроим остановочную площадку и пешеходные тротуары. Значит, поскольку на этот участок у нас было наибольшее количество нареканий, подписаний ГИБДД, мы будем делать и проезжую часть, и тротуары. Значит, что касается остального участка 10-го проезда, у нас есть муниципальная программа благоустройства территории города Иваново. Мы включим в реестр потребностей и посмотрим по исполнению. А пока программы властей добираются до нужного участка, жителям придется потерпеть и закупиться обувью повыше или плавсредствами. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.